всем привет буквально на днях ко мне приехал новый защищенный смартфон дуги и 68 pro в последнее время популярность защищенных девайсов растет и поэтому многие китайские компании сфокусировались на выпуске именно таких продуктов дуги не стало исключением и сейчас защищенные смартфоны чуть ли не главное направление деятельности компании модель о которой мы сегодня поговорим позиционируется производителем как такой продвинутый мультимедийный комбайн а у которого есть nfc производительный процессор и тройная камера плюс ко всему что нетипично для защищенных смартфонов его оснастили беспроводной зарядкой и естественно все это дело сочетается с огромным аккумулятором и стандартом защиты ip68 соответственно этот смартфон можно ронять с высоты полтора метра погружать его в воду кидать в грязь и по идее все эти действия никаким образом не повлияют на его дальнейшую работоспособность впрочем давайте смотреть смартфон поставляется в традиционной для дуги коробки черного цвета комплект поставки минимальный содержит в себе только тайп си кабель и зарядник гарнитуры нет да и вставить ее все равно было бы некуда разъема для наушников в смартфоне нет так что если вы еще не обзавелись bluetooth наушниками с дуги с 68 pro почти наверняка вам придется это сделать еще в комплекте есть скрепка для извлечения лотка сим-карты она двухсторонняя и обратная сторона служит для извлечения заглушек на разъемах корпуса они здесь очень плотно сидят и сами по себе достаточно жесткий поэтому пальцем извлекать я их крайне не рекомендую смартфон получился тяжелый и увесистый его корпус состоит из металлической рамы и прорезинных вставок все это выглядит вполне надежно и монолитно честно говоря я даже не знаю что нужно сделать чтобы такую конструкцию случайно разбить или сломать ну если только вы сами не решите постучать по нему молотком или позабивать гвозди хотя уверен что последнее действие но я имею ввиду забивку гвоздей собой он выдержит задник смартфона выглядит футуристично и напоминает скорее какой-то гаджет из научно-фантастического фильма на нем разместился тройной модуль камеры с металлической окантовкой и сканер отпечатка пальца срабатывает он достаточно быстро но как альтернативу можно использовать разблокировку по лицу по периметру дисплея есть небольшая пластиковая прокладка а на ней также два выступа верхней и нижней части по идее если смартфон падает стеклом вниз на ровную поверхность принять удары на себя должны именно эти выступ впрочем стекло тут тоже не простое это горелла глаз четвертого поколения и в общем-то она защищает всю лицевую поверхность девайса кстати дисплей имеет не самую большую по современным меркам диагональ всего пять целых девять десятых дюйма при этом сам аппарат в силу своей защищенности получился довольно крупным и в результате мы имеем довольно большие рамки со всех сторон но к самому дисплею претензий нет он выполнен по технологии айпи с обладает неплохим запасом яркости для разрешения у матрицы full hd плюс что для такой небольшой диагонали сейчас отличный показатель картинка выглядит четкой и разглядеть пиксель даже при самом ближайшем рассмотрении вряд ли у кого-то получится ну по крайней мере у меня это не получилось сделать теперь немного расскажу о железной составляющей ведь в большинстве случаев у защищенных смартфонов именно она хромает да и вообще почему-то принято считать что это не главное и куда важнее в таких продуктах время автономной работы и например насколько суровую нагрузку сможет выдержать корпус и 68 pro тоже нельзя назвать каким-то прям игровым или суперпроизводительным устройством но тем не менее mediatek helio p70 установлено здесь позволяет комфортно работать с большинством современных программ и игр например asphalt 9 на высоких настройках графики демонстрирует полное отсутствие тормозов побежит также вполне по силам этому телефону правда настройки графики здесь придется снизить на средний или низкий бенчмарк antutu тоже показал вполне достойный результат для этого класса устройств он составил 133 тысячи баллов в целом helio p70 сейчас это такая недорогая рабочая лошадка и несмотря на не самый современный техпроцесс он показывает приличный уровень производительности которого зачастую хватает для выполнения ну практически любых задач и видимо именно поэтому среди производителей недорогих смартфонов он так популярен что касается остальных характеристик на борту смартфона разместили 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной объем внушительный можно загрузить огромное количество информации каких-то других модификаций в продаже я пока не встречал смартфон работает на 9 версии операционной системы android дуги использует свой фирменный лаунчер он немного меняет внешний вид некоторых иконок и добавляет систему несколько приложений среди них транспортир уровень шумомер отвес и еще несколько весьма специфических в общем-то для современного смартфона приложений в остальном это обычный android после первого включения система обновилась по воздуху я думаю что это далеко не последнее обновление учитывая что смартфон совсем недавно появился в продаже вообще в идеале здесь хотелось бы увидеть 10 андроид но официальной информации на эту тему пока нет далее немного расскажу о фишках которые не типичны для большинства защищенных гаджетов во-первых камера в дуге s68 pro установлена тройная разрешение основного сенсора 21 мегапиксель а двух вспомогательных 8 мегапикселей не сложно догадаться что они нужны для широкоугольных и портретных фото качество которых здесь довольно среднее к сожалению погода в москве в последние дни не радует на улице пасмурно и сыро поэтому теста в идеальных солнечных условиях произвести не получилось а вот при небе затянутом тучами фотографии выглядят ну прям очень средняя как по уровню детализации так и по уровню шумов естественно я вставляю примеры фотографий в этот видеоролик чтобы вы могли понять что к чему зато к аккумулятору не придраться и это на мой взгляд несколько важнее если вы покупаете смартфон для активного отдыха заявленная емкость в 6300 миллиампер часов позволяет поработать смартфон без подзарядки примерно два дня и это при достаточно активном использовании если пользоваться исключительно в режиме звонилки то хватит аккумулятора на все четыре дня в общем автономность одна из самых сильных сторон дуги s68 pro еще аппарат есть nfc и беспроводная зарядка первая технология будет полезна любителям бесконтактной оплаты но а вторая тоже придется весьма кстати поскольку разъемы насчетных смартфонов закрыты заглушками и гораздо проще положить его на какую специальную зарядную подставку чем каждый раз тратить время на то чтобы эти заглушки снять учитывая что недовольные тугие в официальном магазине на али стоит сейчас такой девайс чуть более 200 долларов и в общем то за такую стоимость он предлагает весьма неплохой набор фишек во всяком случае если мы говорим о защищенных смартфонах у него нормальное железо много памяти есть nfc и на редкость живучий аккумулятор камеры конечно немного расстроила но в этой ценовой категории сложно получить бескомпромиссное устройство в котором не было минусов совсем но на этом все если у вас появятся вопросы по данному девайсу пишите их в комментариях я постараюсь ответить напоминаю что вы смотрели канал geek inside точка ру увидимся в следующих видео и всем пока